Профессиональный инструктор по горным лыжам, да еще и преподаватель, который готовит отряды МЧС Александр Черков и подумать не мог, что спортивный отдых при Эльбрусе закончится столь печально. За день до окончания путешествия автобус, в котором туристы возвращались в гостиницу, упал в реку с трехметровой высоты. Было заметно, что водитель куда-то торопился, он ехал очень быстро, потому что ему сделали пару раз даже замечание. Ребята говорят, что он не просто быстро ехал, а гнал. Мы пробили вот такое заграждение и в небольшой обрыв в реку ушли, автобусом в реку. Автобус завалился, но не перевернулся. Было два сильных удара. Пяти самарцам, что пострадали в аварии, первую помощь оказали в больнице Кабардино-Балкарии. Трое с незначительными травмами уже выписались. Двух пострадавших с серьезными переломами в Самару доставили на самолете. Поддержка родных, друзей и городских властей настроила на выздоровление, рассказывает Светлана Киселева. У нее перелом плеча. Наш отъезд был так организован и сопровождение, то есть нас привезли к борту самолета, были подданы скорой помощи. Поддержка от города была, мне звонили. Вот вчера нас встречали представители департамента соцзащиты. Они были постоянно на связи со мной, были постоянно на связи с дочерью. В областной больнице имени Середавина пострадавшие проведут еще около двух недель, говорят врачи. Необходимы были какие-то дополнительные обследования, им все сделали. То есть, в общем-то, сейчас они готовы для дальнейшего лечения. Один на один с бедой, их не оставят материальную и консультационную. Всю необходимую помощь окажут городские власти. А дома и стены лечат. Настрой самарцев позитивный. Александр уверен, в следующем сезоне обязательно встанет на лыжи, а летом намерен отправиться в поход на Байкал. Марина Кравцова, Константин Головин. События.